Сегодня необычное видео для моего канала. Вы увидите, как Дэнни Монтана приехал в солнечную Флориду, в Орландо, для того, чтобы установить новый мировой рекорд в отжиманиях под брусьев с 45-килограммовым рюкзаком на спине. Дэн занимается стритворкаутом довольно давно, имеет много мировых рекордов, также тренируется в тренажерном зале, поет рэп, широко развитый парень во всех направлениях. Женат, девушка, жена у него, тоже красавица, спортсменка, тренируется, тренирует. Вместе они поддерживают друг друга, идут по этому нелегкому, но приятному пути. А мы всегда знаем, что когда пара поддерживает друг друга, общие интересы гораздо интереснее и проще жить, идти по этому пути. Но я стоятельно рекомендую зайти на канал Дэна, посмотреть, как он живет, как он тренируется. Найдете много интересного для себя. Особенно те, кто совмещает воркаут с походами в тренажерный зал. Вам будет не только интересно, но и познавательно. Вы найдете много обучающих видео, много вызовов другим блогерам, ответок на вызовы блогеров. И, конечно же, будете грамотно тренироваться, получать полезные рекомендации. В любом случае будете развиваться. Ваши тренировки приобретут разнообразный характер. А вы все прекрасно знаете, что для центральной нервной системы нет ничего лучше и полезнее, чем разнообразие, периодизация. Самое страшное для нас, для нервов, это однообразие. Украшайте вашу жизнь. Стремитесь, развивайтесь. Физкульт-привет, друзья. Сегодня мы специально для вас делаем репортаж из Солнечной Флориды. Специально для моего друга Николая Ясиновского, главного редактора «Железный мир». И сегодня Дэнни Монтана приехал в Мекку Орландского бодибилдинга, зал «Iron Religion». И будет устанавливать очередной мировой рекорд. Спасибо, кстати, Дамиру-оператору. Секундбан у нас Даррен, специализированный инструктор, тренер. И Борис. Борис – тренер команды по американскому футболу. Все это для книги рекордов Гиннеса. Новый мировой рекорд. Все регалии, которые у Дениса уже есть, вы узнаете в описании к ролику. И, конечно же, если хотите море метаболизма, анаболизма, ставьте лайк. Кто хочет море катаболизма, ставит дизлайк. Ну что, сейчас вы все увидите в прямом эфире. Мы готовились, Дэн готовился к рекорду, который нужно было побить. 28 повторений в последний раз было. Но какой-то... Нет, не перебивай, когда старшие говорят. Но недавно мы заглянули в список. И оказалось, что месяц назад новый чувачок-пауэрлифтер из Норвегии установил новый мировой рекорд, преодолев предыдущие в 28 повторений на два раза. Не знаю, насколько порвет сегодня этот рекорд Дэн, но мы все уверены, что рекорд состоится. Ну что, начнем? Удачи, Дэн. Спасибо, Борис. Спасибо, Борис. Спасибо. И будем наблюдать теперь, как все это происходит. Окей. Что нужно будет сделать Дэну? Дэн должен будет... Дэн должен будет с рюкзаком в 45 килограмм в течение минуты отжиматься от брусьев. Два секунданта официальных. И все это будет, естественно, сниматься на видеокамеру, отсылаться специалистам книги рекордов Гиннеса. Естественно, под секундомер. Так, друзья, я еще добавлю пару слов от себя. Всем привет, меня зовут Денис Гавриков. Я занимаюсь воркаутом уже 12 лет. Выступаю в нем успешно. Также выступаю в Мэнс Физик, в жиме лежа. И очень люблю отжимания на брусьях. Именно поэтому решил побить этот рекорд Гиннеса в 30 повторений. В прошлом году, в 16-м, я уже установил рекорд Украины с весом в 48 килограммов на поясе, не с рюкзаком. Мы не имели ограничений во времени. На рекорд Гиннеса нужно делать это с рюкзаком. В данном случае это 100 паунтов, то есть 45 килограммов. И по правилам я должен выполнять отжимания в течение одной минуты. То есть я могу останавливаться, отдыхать, встряхивать руки и продолжать. То есть всего у меня дано одна минута. У меня два суди, которые будут смотреть угол, чтобы был 90 градусов и чтобы все четко исполнялось. Также у меня два секунданта. Украина, Лукас и девушка, которая будет следить за временем, что время ровно одна минута, не более и не менее. Так что вот, я готов начинать. Запускаем GoPro и поехали. Жена переживает больше всех. Жена? Следующая, значит, ты будешь виноват. Прежде чем мы начнем, Юль, ты же сейчас снимай тоже. Мы взвешиваем рюкзак. Снимаешь крупным паном. Сто паунда, да? Да, сто паунда. У меня тоже показалось сто паунда. Только... Сто паунда. Сто паунде. Сто паунда. Спасибо. 5,4,3,2,1 1 2 3 5 6 7 8 10 7 8 9 8 12 1, 2, 3, 4, 30 seconds left, 5, come on, come on, you can do it, you can do it, 20 seconds, 6, 7, come on, 8, 9, 30, come on, 10 seconds, come on, come on, come on, 5, 1, 4, 3, 5, 3, 2, 3, go. Дэн, к сожалению, один секундант говорит, что последняя. Я не засчитать себе, не до конца опустился, поэтому 31 повторение только пойдет в зачет. Но это все равно, господа, мировой рекорд. Поздравим. На одно повторение, но все-таки это сделали. Ну что, друзья, Николай Ясиновский, привет. Я думаю, что на посту главного редактора ты сделаешь очень много полезного. И все мы, читатели, кто читает журнал, кто смотрит этот журнал, будут довольны. И открою вам секрет, друзья. Если это видео вам понравится, мы будем делать. У Николая есть такая задумка. Здесь у нас в зале тренируется и тренирует Густаво Баддл. Два раза человек приходил третьим на конкурсе «Мистер Олимпия». Есть задумка делать огромный проект специально для зрителей и читателей «Железного мира». Специально для Николая Ясиновского, естественно. Видеоролики о том, как тренируются американцы, как тренируются профессионалы, как тренируются любители. Если вам интересно, как тренируются стритворкауты, то пишите ваши вопросы Дену Монтана. Заходите к нему на канал, смотрите его видеоролики. Заходите на мой канал Heavy Metal Gym, если хотите тренироваться натурально, грамотно, научно обоснованно. И, конечно же, если у вас есть проблемы со спиной, обязательно изучайте мои статьи и видеоролики. У меня серьезные проблемы с позвоночником. Я травмировал его, у меня и грыжие, и протрузии. Врачи меня три года лечили, лечили, залечили до того, что мне самые сильные семь таблеток обезболивающих не помогало. Но я сейчас снова приседаю за 200 и тяну за 200 и не слушаю врачей. Специальная гимнастика, экстензии, гиперэкстензии, и будет вам здоровье и сила. Увидимся, друзья, в следующий раз. Привет всем из солнечной Флориды. Друзья, сделаем коротенькое интервью специально для вас после установления рекорда. Как вы видите, Ден вроде бы установил рекорд, но он недоволен. Почему? Потому что хотел порвать гораздо больше. Но все равно это очень приличный результат. Кто сомневается, может попробовать. На мой взгляд, я, конечно, не профессионал в этом плане, в плане стритворкаута. Но отжимаюсь на плюсах тоже. Довольно-таки прилично. Может, как-нибудь попробую тоже сделать. И мне кажется, что было тактически чуть-чуть ошибкой выстроить. Ты выложился сразу же в первый раз очень мощно. Наверное, ты сам как-то тоже это обсуждал. Кстати, эта прекрасная девушка, это жена Дэна, она тоже в теме, выступала даже. И, возможно, скоро мы ее заставим, если она не захочет сделать это еще раз. Все под руководством. Так что, друзья, если у вас серьезные намерения заниматься стритворкаутом, я знаю, это очень популярное сейчас направление, обращайтесь к Дэну. И, что интересно, он совмещает, насколько я знаю, все это еще и с тренажерным залом. А совмещать что-либо всегда сложно. Сам совмещаю. Дэн, насколько я знаю, член команды Barbarians, первый и единственный из Украины, человек, которого приняли в эту Нью-Йоркскую... Пока не единственный. Не единственный? Уже не единственный. Но был первым и единственным. Он установил мировые рекорды не только сегодня, до этого у тебя тоже есть рекорды, да? Да, в 2013 году я на фестивале в Днепропетровске сделал рекорд мировой по выходам силой. 19 повторений, четко, красиво. Но, кстати, парень из Белоруссии, Максим Трухановец, привет ему, он побил мой рекорд в том же году, сделал 21 повторение. Тоже это все круто. Какие у тебя впечатления? Ну, ты не первый раз устанавливаешь рекорды. Ясное дело, что ты хотел больше, но все равно. Да, в зале я делал 33 повторения, но понятно, что в зале ты, как бы, дома, тебя никто не подгоняет, на тебя никто не смотрит, сам сделал 33 и все, и ты доволен. Но здесь, как бы, до старта еще у меня сердце уже завелось, колотило и как-то, знаете, горело. Был мандраж немножко? Немножко был мандраж, хотя мне не привыкать выступать уже, сто раз выступал везде, но как-то волновался все-таки, волновался и тактики, наверное, я не скажу, что была ошибка, потому что в прошлом году, когда я отжимался на чемпионате Украины, я также делал без остановок, даже не слазил, как вот здесь, не отдыхал. Не останавливался? Не останавливался, ну, то есть я отстанавливался, потом на 2 секунды подышал и пошел дальше. Здесь даже с остановками, но все равно как-то у меня перегорело. Ну, 31 засчитали судьи, посмотрим, что скажет книга Гиннеса. Ну, я думаю, по тактике я делал нормально. Для меня привычно выкладываться сразу на максимум, потом теканить по одному, добивать. Но, может, волнение немножко меня, конечно, подкосило. Ну, 31, 31, смотрим. Все мы люди, не машины, это нормально. Но, что нужно подчеркнуть, друзья, вы должны понимать, что это 60 секунд, и даже 30 повторений, это одно повторение в 2 секунды. Понимаете, да, насколько простая математика? Поэтому, я думаю, что это достойный рекорд, даже 31 повторение, это у тебя уже, значит, где-то... И тут еще разница в том, что когда, вот я делал на чемпионате Украины, я делал с весом на поясе. Это гораздо, я вам скажу, легче, потому что центр тяжести внизу. Не давит тебя вперед. А когда ты делаешь его таком, он тебя как бы под поясницу, он тебя вперед выталкивает, у тебя быстрее, мне кажется, забивается трицепс. Здесь, как бы, делать посложнее. А что говорит, извините, что перебиваю, книга, ты можешь вешать и рюкзак, а можешь использовать... Нет, только рюкзак. Только. Вот в книге рекордов Гимнеса многие рекорды делаются с рюкзаком. Я не знаю, в чем эта фишка, но подтягивание с рюкзаком, отжимание с рюкзаком, все с рюкзаком почему-то. Как раз таки в том, что когда ты вешаешь на пояс, сила тяжести действует на тебя по-другому. Меньше нагрузки вообще на плечевой корпус. Я знаю, что многие будут писать под этим видео, что да, у меня во дворе, у меня в зале там ребята занимаются, они этот рекорд побьют и перебьют. Друзья, пожалуйста, честно, от души я только за, снимите видео, выложите его, отправьте его мне либо в Железный мир, и мы оценим, посмотрим. Я вам больше скажу, если пришлете Дэну или пришлете мне, мы выложим ваше видео у нас на каналах, станете святой. Просто, чтобы не быть баснословным, возьмите рюкзак, найдите такой прочный, нагрузите в него 45 килограммов, сделайте, повторите этот рекорд. Слушай, я недоволен, я рассчитывал минимум на 33, но есть что есть. А сколько именно по времени конкретно ты готовился к этому рекорду? Я подал заявку в книгу рекордов еще в октябре месяце, но они должны были ответить мне в течение трех месяцев. Они мне не ответили, я думал, что все, как бы меня проигнорировали и уже перестал как-то к нему готовиться. А тогда я очень жестко и хорошо к нему готовился. И вот спустя 8 месяцев я получаю ответ, извините за задержку, вы теперь можете делать рекорд, вот вам правило, пожалуйста, когда готовы, приступайте. Ну и, соответственно, получил этот ответ через 3 недели, вот я здесь и я делал этот рекорд. Ну, сколько я готовился? Я уже давно тренируюсь с весами на грузьях в районе 45-50 килограммов, то для меня это, скажем, постоянная подготовка. Какой твой вес, собственно? Мой собственный вес с утра на пустой желудок 74 килограмма. Ну что, это больше, чем 50% твоего веса, это тоже очень прилично. Ну что, друзья, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать наш репортаж. Если у вас есть вопросы, если вам нравятся подобные видео, пишите обязательно их в комментариях. Это видео специально для главного редактора журнала «Железный мир», нашего друга Николая Ясиновского. Николай, привет! Кто не знает, кто такой Николай, тот ничего не знает о российском бодибилдинге вообще. Всем привет! Спасибо большое оператору Дамир! Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор, если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok